Привет, друзья! Ну что, сегодня с утра попробовал я протестировать эфиры в ВК Все получается, вроде Надо будет так и продолжать Мои предыдущие эфиры в записи вы можете посмотреть на Фейсбуке И большинство их еще записаны на каналах на Ютубе Я их обычно перекладываю туда Вот, готов пообщаться с вами на означенную выше тему Откуда она вообще взялась? Почему вдруг я решил на эту тему выйти с прямым эфиром? Ну и из опыта прежде всего Тема-то стара как мир И вообще она банальна, да, по сути своей Я открою крышу Вот так Вот, стара как мир Как говорят, что люди Всю жизнь Работают Для того, чтобы, как говорится, хорошо пожить И когда настает то время, что надо бы хорошо пожить Уже не получается По этому поводу Куча всяких поговорок, притча о выязыцах Что, как говорится, те люди Которые добиваются, скажем так, успеха Большого по жизни А в плане бизнеса Потом не могут насладиться В полной мере плодами Того, что они на заработы Да, как говорится, хорошие мысля приходят и посля Если бы молодость знала Если бы старость там не могла И так далее На самом деле Можно за мозги-то взяться гораздо раньше Я, конечно, понимаю, что молодые люди Те, которые там до 20-ти, даже до 30-ти лет часто Они считают, что они будут жить вечно Что у них все будет супер-пупер хорошо всегда Всю жизнь Они никогда не будут болеть И они все свои силы полагают как бы на то Чтобы как можно больше заработать Поднять уровень жизни свой И все делают исключительно для этого То есть Ну, это не большинство, конечно Но те, которые хотят успеха добиться Потому что абсолютное большинство Вообще, я бы сказал, прозябает в развлечениях Вот так бы лучше можно выразиться Вот Но те, кто вот именно впахивает Не факт, что они добиваются результата большого Ну, допустим А ведь на самом деле Если проанализировать хорошо всю эту ситуацию И понять То ведь здоровье И красивое тело Энергичность И все это является хорошими инструментами Для достижения успеха в том же самом бизнесе Молодежь это часто не понимает У них это идет в разрез То есть они считают, что или одно, или другое Я не говорю сейчас про профессиональный спорт Когда люди занимаются только этим Я говорю про поддержание здоровья Про приобретение хорошей физической формы Красивого тела и так далее Я по этому поводу записывал хорошие, как я считаю, видеоподкасты Судя по отзывам Которые можно найти на ютубе У меня на канале Я везде под своим именем То есть Михаил Шилов, мой канал называется Шилов М Можно еще так это посмотреть Если латиницей Вот И как раз это видео было о том Что здоровое тело Это прежде всего не конечная самоцель Вообще не цель А это инструмент Для достижения более высоких и глобальных целей И вот этот инструмент Нужно генерировать и создавать на протяжении жизни И поддерживать Наряду со всеми другими Такими, как интеллект Да Точно так же нужно абсолютно Хорошем Почему я, собственно говоря, сподобился выйти в эфир Во-первых, в ЭК-лайф с этой темой Дело в том, что я занимаюсь очень многими темами Разными В разных сферах деятельности И можете подумать С какого-то ляда я вдруг решил на эту тему повещать И почему я в этом плане что-то понимаю А именно потому, что я как раз, как я считаю Ну, успешно сочетаю все вот такие вещи У меня есть бизнесы в онлайне, в оффлайне Я не кладу все как яйца в одну корзину И вот Я веду группы Группы по единоборствам То есть ММА, карате Вот То есть еще и сочетаю это с интерьерской деятельностью Что мне просто, ну, нравится делать Но это экономически целесообразно Потому что я вообще не веду никакую деятельность Если она экономически нецелесообразна Я все свои хобби обязательно монетизирую всегда Любые То есть у меня нет таких хобби С которых я, наверное, ничего не получил Ну, нет, вру, наверное, есть Вот игра на гитаре Концерты я не даю Хотя, думаю, что Вот играю неплохо на гитаре Воды пою Но это не монетизируют, да И какие-то другие, которые я только лишь осваиваю в самом начальном этапе Вот Но Многие это монетизируют Как сказал один учебник Как сказал один великий Превратите свое хобби в работу И в вашей жизни не будет ни единого рабочего дня Ну, так вот И одним из видов деятельности является персональный тренинг И вообще Такой дорогой тренер, в общем-то, в принципе Вот такой персональный Именно по Построению системы ЗОЖ Для Ну, как в индивидуальной теме То есть туда Входит большая такая тема По Корректировке Значит, опорно-двигательной системы А именно позвоночника Потому что человек настолько молод Насколько молод И его суставы Если проблемы с позвоночником у него Это минимальный Уже неплохо Вот Это Сдержань тот Без которого А вообще Выковывать здоровье В принципе, это бесполезно Туда входит Значит, поднятие общего энергетического тонуса Это энергетические практики Такие, как Дыхательные Никакой там эзотерики нет Все это абсолютно На физиологии построено Потому что по образованию Я врач, ортопед, сам травматолог Иммунальный терапевт То есть в той теме Про которую я совещаю Я рублю Вот Также входит туда практика из йоги Гимнастики цигун И мои самостоятельные разработанные методики Также входит туда Корректировка фигуры Построение правильного питания И так далее Ну так вот Когда я с такими людьми занимаюсь Некоторые не знают Всей подоплеки моей жизни Я особо не распространяюсь И они считают Что вот это основной вид моей деятельности Хотя он вообще у меня Сбоку бантик Ну не сбоку бантик Но совершенно не Ну основной Я же уже сказал Что бизнесов у меня Ну несколько разных Вот И они думают Что вот Это моя профессиональная деятельность Я в этом занимаюсь Поэтому вот у меня такая Такая хорошая физическая форма Такое тело Что можно выступать на мэнсфизик Да И так далее Вот И что я вот Один из тех самих тренеров Которые Чуть ли не живут В спортивном зале Ну и еще походу Вот персонально тренируют Вот их И это совершенно Неправильный подход Когда они потом узнают Если я до них Доношу Или кто-то До них Сами доносит Из тех Кто у меня давно занимается И хорошо меня сам знает В скольких Сферах деятельности Я собственно говоря Фигурирую И что делаю Вот Они просто Офигевают Вот И считаю Что те бизнесы Которые я все развил Они Ну то успешные все Во всех я Постоянно прогрессирую То есть Я к тому О чем ты говорю Что все можно сочетать То есть Абсолютно все сочетаем Я мало того Что успеваю Сам для себя это сделать Я успеваю еще И нести это В массы И делаю это Для других Кстати Что касается Ты же сказал Что дорогой тренер Но в том числе Я и абсолютно Ну тальтруистично Много Ну создаю материалов Которые я выкладываю На ютубе В социальных сетях В сообществе Корректура.ру Докторшилов.ком Это что здоровье касается По единоборствам Я бесплатных материалов Очень много выкладываю На своих каналах На ютубе И так же В социальных сетях Под соответствующими Тематическими названиями Макивара.ру Боевые Ну то искусство А вот И так далее По всем тематикам Которые Развучил я У меня очень Много бесплатных Самых материалов Различных Микрокурсов И так далее Есть конечно И платные курсы Вот Уже более такие Развернутые Более мощные Но Будет полно Вот Это я так уже Такую микрорекламу Но это не реклама Я же бесплатный Я же про бесплатные Никакие говорю вещи Вот Так что Други мои Обязательно кстати Посетите эти ресурсы И вы там Для себя Я думаю Что это много Подчеркнуться сможете Кто меня не знает Значит узнаете лучше Но это не главное Там узнать меня Главное вы получите Там информации Дофига полезные Которую Сможете применять Прямо сам сразу же И качественно Начать повышать Уровень своей жизни И личностного комфорта Вот Вот это самое важное Ну так вот Я говорю Что такие персональчики Офигевают просто Как так Потому что В основном Мысль о том Что нужно что-то в жизни Поменять Приходит к ним тогда Когда пришел Скажем так успех Есть деньги Но уже здоровья нет Есть желание Начать изменять Что-то Появилось Ну возможно Время даже А главное Что появилось И понимание Что в жизни Нужно что-то изменить Нужно жить Как-то более качественно Потому что Успех в бизнесе Не приносит Счастья в жизни Потому что Здоровья нет То там отнимается рука То не имеют пальцы То болит голова То не хватает Жизненного тонуса Хочется постоянно спать Синдром вечной Там усталости И так далее И тому подобное И где кайфануть Начинаются Вот эти всякие Поиски самосчастья Во поездках По разным странам Кстати Эта штука хорошая Я сам люблю путешествовать Но Когда это становится Единой панацеей Чтобы Немножечко поднять Уровень Эндорфинов С анкефалинами Чтобы был Всплеск допамина Сертонина От новых Впечатлений И это как-то Сделается для того Чтобы Эти природные Скажем так Ну Наркотики Собственные Заглушили Вот это вот Чувствует Дискомфорт На самом деле Это очень быстро Приезд Особенно Когда возможностей Там дофига И ты не ждешь Эти самые поездки Что ты ездишь Раз в три месяца В полгода Или в год Даже Один раз А ездишь Постоянно То это приедается Очень быстро Вот Особенно Когда человек Не умеет Отдыхать Активно То у него Просто вообще Проблемы возникают Он ничего не может А активно Не получается Почему А здоровья Не хватает Вот и получается Порочный круг Ничего не вытащить Все проблематично И тогда Они начинают искать Себе тренера Находятся в поиске Это очень хорошо На самом деле Очень хорошо Это правильно Потому что Лучше поздно Чем никогда Но я К тому Это все рассказываю Что Заботиться подобными вещами Можно на два порядка раньше Вообще Это надо делать Как можно раньше Я уже говорил Что молодые Думают Что вечно будут жить Со здоровьем Проблем никак не будет Когда они уже возникают То поздновато Бывает Если мы Профилактировать Там уже приходится лечить Ну вот Но вообще Человеки Навыки Они позволяют Очень существенно Поднять Уровень жизненного комфорта Что-то даже Откатить Назад Такой легкий Резет сделать Но по крайней мере Самые важные Они позволяют Не усугубить Самые проблемы То есть По крайней мере Законсервировать В самом худшем случае На том уровне На котором эти проблемы Существуют сейчас Если конечно Уже не начались Неодобратимые Какие-то проблемы Прогрессирующего характера Но это Отдельная тема Это когда Системные заболевания Возникают По типу Артрит ревматоидные Там аллергические Различные проблемы Прогрессирующие Вот тогда Уже действительно Там уже Просто беда Всякие Подагрические проблемы Там Только комплексное Лечение И то Как правило Оно Если и не Палеотивно То добиться Серьезного Результата Прямо Что там Будет излечение И нельзя То есть тоже Застопорить Но уже не естественным путем А одними колесами Там и все такое прочее Вот Поэтому надо Озаботиться Этим раньше А как Не все могут позволить Все персонального тренера Который вот так вот Комплексно Как я Подойдет Там вот Ко всем вопросам Этим начнет там Все разжевывать С каждым прорабатывать Понимаете Если честно сказать То для большинства Это и не нужно Нет конечно Ничто не заменит Когда Вот индивидуальной Вот этой самой работы Она конечно Исключительно хороша Когда Специалисты Концентрируются На конкретном Сам человеке И Прорабатывает Всю тему С ним Очень подробно Детально Тонко Подходя К вопросам Всем В тех Сферах Где он Не владеет Это питание Как раз Это коррекция Фигуры Это Правильные физические Нагрузки Кинезиотерапия Методы Самокоррекции И ауторелизинга Различные Вот и так далее И тому подобное Вот Хорошо Когда спец Это все сочетает Это я уже Хвастаюсь Про себя Да Потому что Я это все Сочетаю Вот Но на самом деле Понимаете Индивидуальный подход Это хорошо Но индивидуальный подход Особенно хорош Когда человек лечит Когда лечебно-профилактические мероприятия А вот профилактические мероприятия Они такой Индивидуальной корректировки В общем-то Не требуют Потому что Лечить-то да Надо каждому человеку В отдельности Потому что Каким-то путем Он К тому состоянию Который У него есть Индивидуально Пришел У него Индивидуальная Совокупность Какая-то проблема И поэтому Каждый человек И даже если болен Одним и тем же заболеванием С одной и той же симптоматикой Как уникальных Я говорю Людей нет То лечить человека Нужно индивидуально Потому что Отзывчивость На различные методы воздействия У него У разных людей Будет разное А вот Профилактические методы Они для всех Одинаковы практически Вот что важно То есть Для того Чтобы заниматься профилактикой Не нужно Нужно Скажем так Иметь противопоказаний Только Только и всего И не более того Не иметь противопоказаний То есть Не должно быть Ну предположим Если человек Занимается методами Самой коррекции У него Там не должно быть Острой фазы Когда у него Межпозвоночная Самоги Грыжа Или Обострение Остеохондроза Когда Прострелы У него все болит Вот там Это все не работает Только хуже Можно сделать Вот Когда человек Находится в стадии Самоги Хорошей Самоги Эмиссии И у него Ничего не болит То методами профилактики Чтобы и не заболела И чтобы профилактировать Повторные Прострелы И проблемы Которые были У него Надо заниматься профилактикой А профилактика Она для всех Унифицирована Практически То есть Одинаково Вот что ценно А поэтому Научить такой профилактики Можно Сразу много всех людей Это я к чему говорю Что по этой теме У меня существует Как раз Масса различных Видеокурсов В том числе И бесплатных В том числе И бесплатных Поэтому Обязательно Подписывайтесь На меня ВК Вот И там найдете Сообщество Значит у меня Есть такое Канадо называется Доктор Шилов А также есть Такое сообщество Которое называется Остеохондрозы Нет не слышали Вот посмотрите Там есть формы подписки На рассылки Вернее ссылки На страницы С подпиской На эти бесплатные курсы И вы можете Это получить Ну а также И на форвардные Платные курсы Более серьезные Вот И вот освоить Там все легко По видео можно Эти методы профилактики Будут очень Ну это то что касается Позвоночника Очень все это просто Будет освоить Ну вот То есть всегда Существуют Методы Которыми можно Заниматься самостоятельно Которые освоить Просто Ну например Существует Некоторые люди Скажут А я вот По книжке По самоучителю Занимаюсь Йогой например Почему бы Нельзя заниматься йогой Йогой хороший метод Который В общем то направлен На то же самое На что И я рассказываю сейчас Я скажу так Йога один из лучших методов Который вообще существует По поводу работы С собственным телом В плане физического развития Ну Духовного я Не буду ставить Это под сомнение Я просто скажу Что это вообще не подходит Для большинства людей Белых Что называется Ну я такой Я не расист И к тому Что это У нас Бельков У нас другой Это менталитет Совсем У нас Совсем другое Образование Другие Ну температивы Привиты С самого детства Нам нужно понимание Мы любим Классическую Физиологию Физику Науки И так далее Нам надо понимать Как это все работает И когда Про чакры И там Эзотерические Все эти темы То мы это можем Попытаться понять Но принять это До самой глубины души Довольно тяжело Потому что мы Не в той культурной Среде выросли Если брать Тамхатха йога Как Способ Там работы Над телом То тоже неплохо Но опять же Понимаете Там Этот метод Которому нужно посвятить Целенаправленно Чуть ли не Всю свою жизнь Чтобы добиться Высоких результатов Хорошего эффекта Потому что сложно Сложно Несколько вычурно Неестественно Опять же Не в тех Традициях Культурных Как у нас Это принято И к тому же Не всегда понятно Зачем и как это делается И вот здесь Как раз И понадобится Специалист Поэтому самостоятельно Когда так обучиться Серьезной йоге Невозможно По той причине Что можно даже Покалечиться Гораздо круче На случаев вот таких Дофига Чем получить Хороший эффект А вот Методы Самокоррекции Релизинга Вот этого Всякого Они гораздо проще Они все Очень простые И естественно Там вся сила В нюансах На самом деле Вы это многое Чего видели Сколько из этого Многое Это применяете Перед тренировками Перед собственными Важно просто Ввести определенные Декорректировки По нюансам Как делаются нюансы Для этих видов Упражнений Для разных И тогда Собственно говоря Вообще проблем Никаких нет Но рассвоить Это просто Делать абсолютно Безопасно Потому что Это и разработано С главной Этой концепцией Докторской Не навреди Вот И поэтому Если человек Здоровый И без Ну или не здоровый А тот который Хочет быть Здоровым Но у него нет Противопоказаний Нет обострений Он находится в состоянии Своей миссии Вот Будет этим Самозаниматься То от таких занятий У него будет Только польза Вот Понимаете И вот Такие вот Упражнения Легко Сочетать С обычной Жизнью Потому что Они занимают Очень мало Времени В принципе Когда Ну когда научишься Делать их Вот Занимают Очень мало Времени А эффективность Их просто Ну переоценить Невозможно Она просто Колоссальна Это реально То есть Это вообще Конкретно Помогает Вряд ли Среди вас Кто сам Слушает меня Есть хоть один Человек Хоть один Я вообще Не поверю Если вы мне Скажете Что у вас То нет Там у кого Не простреливало Шею Или Спину Вот Ни одного Нету А у некоторых Это происходит Завидной Саморегулярностью Может Не так часто Может Раз в год Два раза в год Три у кого-то В месяц Раз И так далее И так далее И начинается Там Деклофенаки Мази Феналгоны Фастунгели И всякое прочее Муйне Как я это называю Вот Хотя Муйне Мне нравится Это в Вьетнаме Я там был Просто Лучше Муйня сказать Вот так Ну Ладно Вот И Все Человек Такими Способами Притупляет Всю эту Симптоматику Ноя Самое главное Причину То он не устраняет В итоге У него Обязательно Все пойдет По второму По третьему Самому кругу И так далее И в конце концов Станет эта хрония Постоянной Такой Который никуда не деться Вот так вот Даже может дойти С дела До того Что Уже потребуется Там оперативный подход Вмешательство То есть оперативное То есть операция понадобится От фортопеда От фортебролога Вот Ах Да Это други мои Так вот А если эти методы Выполнять Про которые говорю Я никаких проблем Не будет Вообще В том плане Что В самом худшем Случае Будет просто Ремиссия И Нот остановится Все на том уровне Котором есть А в некоторых случаях Возможен даже Откат Так вот Почему я говорю Что В некоторых случаях Потому что Понимаете Если существуют Органические Какие-нибудь изменения Уже В позвоночнике То есть В долгое время Позвонки находились В неправильном Каком-то положении Испытывали неправильные Нагрузки Они начинают Изменяться Морфологически То есть У них меняется Форма Вот если форма У них изменилась Уже То обратно Эту форму Не выправить Если вы Смяли Предположим Это металлолист Да Ну его еще Можно попытаться Сам ее расправить Но если В нем образовались Какие-то ребра жесткости Вы его не выправите То же самое Если вы Чурку Ну какую-нибудь Металлическую Ну нагрели И потом Смяли кувалдой Попробуйте Снова Ее Выправить Ну и не выправить Это нелегко Сделать Это в принципе Невозможно Да На езда Однако Ну ладно Это я Тут просто Девушка едет Так что Просто пипец В общем Это показывает Один сигнал Это поворота Налево Сама едет Блин Прямо Шуганул меня Я бы проехал Думала Перестраиваться Собирается Поворот Ладно Вот Дальше Из того Кого я знаю Хорошо Вообще Классно Смотрю Вконтакте Лучше получается Самовещание Подсоединяется Больше народу И вообще Это великолепно Ну так вот Как бы дальше поехали А остановился На том Что если Уже произошли Органические Какие-нибудь Изменения То обратно Их Как говорится Выправить Чрезвычайно Самовещание Сложно Вот Функциональные Какие-то Самовещание Блокады Компрессии Там Да Функциональные Торсии Какие-то Можно поправить Нарушение Там Осанки Все Именно Поэтому Заниматься Всем этим Нужно Начинать Как можно Раньше Чем раньше Займетесь Тем Я говорю Раньше Вы стабилизируете Эти Изменения И даже Сможете Их Откатить Назад Да Если же Уже Запустили В ту форму Когда там Органика Уже пошла Органика Я не имею Ввиду Там Опухоль Я имею Ввиду Органического Плана Изменения Подожди Ну Морфологического То есть Изменилась Форма Сама То есть Не только Функция Не только Взаим Расположение А изменилась Сама Форма Как Таковая Деформация Произошла Такая Деструкция То все Уже гораздо Хуже будет Вопрос Правда Во другом Даже Изменение Формы Не всегда Влечет За собой Болезненную Симптоматику У многих Людей Есть остеохондроз Он не у многих Есть Он есть У всех Это естественный Процесс Функционального Старения Позвоночника Происходит У всех Людей Сразу После 20 Ну Когда Вообще Заканчивается Рост Костей Короче говоря Сразу Начинается Старение Позвоночника Старение Организма Вообще Всего Вот Он вообще Начинает Само Стареть Само Первое Дня Рождения Но Опорно-двигательная Система Да Начинает Конкретно Стареть После того Как заканчивается Рост Вот И Этот Процесс Можно Очень сильно Затормозить Затормозить Он тормозится Тем способом Что Нужно давать Организму Понимать Востребованность В амплитудах Траекториях Самодвижения Я сейчас Про топорно-двигательный Говорю Топорат Что Востребованность Есть Всех Самодвижений Всех Амплитуд Траекторий Которые Заложены Природой Человеку Если Организм Это Воспринимает И понимает Раздражение Проприоресекторное Есть Что Вот эти движения Происходит И так далее То он Там Всегда ведет Компенсаторные Изменения То есть Он понимает Что компенсация При износе Каком-то в этом месте Она необходима Если же Функция Не востребована То Он просто Понимает Что данное Созвено В принципе Не нужно И начинает Его перестроивать Таким образом Что если Подвижности Там нет Он сделает Его еще Менее подвижным Он прорастет Соединительной тканью Там отложится Соль Будет обезвестеление Срастется между собой Что-то Возникнет Тугоподвижность И так далее И тому подобное Вот Всего этого Опять избежать Довольно легко По тем же методикам Про которым я говорил В самом начале Которые вы найдете Легко У меня В свободном доступе Вот Если Поошерстите Мои саморесурсы Канал на ютубе Вконтакте В том числе Где я сейчас Веду эфир Подпишитесь На мой аккаунт Найдете Там Сообщество Доктор Шилов Вот И там все Дело посмотрите Да Все это там есть Все это на самом деле Просто И вот все это легко Сочетается С успехом Вообще В жизни Я все к тому веду Что здоровье И качество жизни Хорошее настроение Самочувствие Являются прекрасным Инструментом Для достижения цели Потому что Если вы устаете Если у вас нету Жизненного донуса Если у вас постоянно Что-то болит Если вы вынуждены Постоянно ходить По докторам Ездить куда-то на лечение И все Вы теряете Хренову тучу времени И у вас Много чего не получается Вообще так Как это может быть Вы не можете Сконцентрироваться На том На чем нужно В этой ситуации Поддержка Хорошего состояния Обходится намного дешевле И занимает в итоге Меньше времени А главное Вы это со временем Будете делать С удовольствием У вас вырастет Зона жизненного Комфорта И вы будете Из тех счастливых Самых людей Которые И по жизни Скажем так Успеха добились И в бизнесе В том числе И можете Насладиться Плодами Этого всего Потому что Здоровье есть И все хорошо А что же касается Хорошего Развитого тела Коррекции фигуры И так далее Понимаете Это тоже штука Немаловажная Некоторые говорят Что это делается Исключительно Для самолюбования И так далее И тому подобное Здесь У меня по этому поводу Есть свое мнение Оно Однозначно Правильное И я не буду Говорить Что оно Лично мое И Это не обязательно Правильное Оно Абсолютно Правильное И на 100% Я сейчас Расскажу Несколько Подходов Несколько Моментов Которые Думаю Что трудно Не принять Значит Первое Если вы Снедобились Того Что вы Хорошо Выглядите Как бы Вы Успешны Не были Многие Люди Всегда На части Сами Завидуют Что бы они Это не говорили Тем Кто выглядит Лучше И какой-то Внутренний Комплекс Все равно По этому поводу Сосуществует Если вам Удастся Своё тело Привести К Зоне Комфорта Той Как вы Себя Хотите Воспринимать Сами Даже Не в глазах Окружающих А сами Для себя То у вас Вырастет И чувство И уверенности И Вот такого Вот Состояния Благополучия Внутреннего То есть Вам будет Намного Комфортнее И намного Легче У вас Не будет Никогда Вернее У вас Не будет Просто Дисбаланса И Неудовлетворенности От собственного Вида И Такого Понимания Что Во многом Выиском Так успешно А вот В этом Лоханулись То есть Не все В этом Жизни Самки Доступно И С подвластного Когда Вы еще Придачу Ко всему И хорошо Выглядите У вас Сама Сознание Вот это Вот Делает вас На ступеньку Выше Главное Что это Не должно Перерасти В какое-то Самолюбование И Кичливости При Общении С окружающими Вот Это делается Прежде всего Для себя Для того Чтобы Вот Как раз Уверенность Была Просто Выше С Самодудовлетворенность Потому что Она тоже Очень сильно Сказывается На Зоне Внутреннего Комфорта И Вот Чтобы Такого Диссонанса Когнитивного Не было С тем Что Вы О себе Представлять Сами Хотите И что Являете Это Действительно Надо Сделать Обязательно Второй Момент Почему Для Успеха В бизнесе Это Тоже Все Это Важно Да потому Что Окружающие Люди Они Любят Общаться С людьми Которые Им Нравятся Нравятся Во всех Отношениях Не просто С теми Людьми Которые Нужны Им С теми Людьми Которые Нужны И Не Нравятся Отношения Могут Выстраиваться Какого-то Плана Деловые Все Это Может Быть Вы Понимаете Они Менее Качественные Если Вы Еще И Своим Партнером И Даже Конкурентом Клиентом Нравитесь Ваша Порядка Выше У вас Будет Выше Скажем Так Обаяние Лично Вот То есть Все Намного Будет Лучше Так 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 Я Обычно Не Подаю Но Когда Я Вижу Людей Действительно Без Ног Или Без Рук Прямо Реально Как Быто Ни Было Как Бы Они Не Потеряли Их Это Конечно Такая Тема В Иные Времена Может И Не Стоит Поощрять Потому Что Такие Люди Все Равно Могут Добиваться Успеха В жизни Могут Сидеть За Компьютером План Какую-то Работу Они Даже Более Будут Уверены В Себе Если Они Смогут Взять Под Контроль Свою Собственную Жизнь И Не Попрошайничать Но Сейчас А В России Ситуация Такова Что Здоровые Люди Не Могут Адекватно Построить Свою Социальную Жизнь И Устроить А Таким Людям Инвалидам Это Вообще Это Трагично Ну Ладно Это Я Так Отступил От Темы Давайте Продолжим На чем Я Там Остановился Я Уже Не Совсем Помню Но Все Помню Суть Вещания Последняя Тема Была В том Что Люди Любят Здоровых И Красивых Людей С Те Обаятельных С Которыми Им Общаться Приятно А Если Вы Еще И Хотите Доказывать На Этих Людей Влияние То Вы Должны Быть Для Них Ну Как Б Живым Воплощением Того Что Они Хотели Бы Видеть В С Реальным Примером И Тогда Все Будет Работать В Супер Классным Челом Там Но Если Вы Не В Журнале Forbes И Все Про вас Сами Знают То Первое Едет Восприятие А Вас Будет Формироваться Откуда От Личного Восприятия От Внешнего Вида Когда Человек Действительно Выглядит Хорошо Потому Что Никакой Красивый Пиджак И Никакие Золотые Часы Не Сделают Сутулого И Некрасивого Человека Самые Привлекательные Понимаете К нему Сразу Будет Отношение Что Это Какой-то Папик Там Если У него Красивая Женщина То Будет Отношение Первое Такое Что Она Чисто Там Насосать Хочет Себе Намерс Ну Все Хотя На самом деле Она может Его реально Любит За ум Потому Что Знает Его Давно Ну А Все Наташи Нет И Деловые Ваши Партнеры Будут Воспринимать Ее Как Куклу Сомнепродажную Вас Как Такого Вот Как бы Никакого Ну Понимаете Вот Это Соплошь И Рядом На самом деле Все Это Не Это Не Соответствует Своей Действительности Вы Действительно Умнейший Человек Можете Быть И Все Но Нет Увида Нет Увида И Вы На этом Много Теряете Возможно Вы Сможете Убедить Что Я И Без Вида Без Такого Добился Успеха Высокого Это Говорит О том Что Я Вообще Семи Пядей Во Лбу Ну Но Если Это Вас Удовлетворит То Психотерапия Такая То Это Работает Да Но На самом Деле Вы Добились Успеха В Два Раза Внутри Поймите Что Вы Сами Знаете Для Классных Вин Шикарных Коньяков Для Бриллиантов Красивых Делают Оправу Хорошую Красивую Посуду Бутылки Хорошие Духи Продают С Флаконе Хорошим Конечно Для Понимающих И Знающих Людей Они Купят Бриллианты Так И Купят Вино В Бочке Или Кувшин Любовь Если Оно Шикарное Вот Это Понятно Но Это Для Знающих И Понимающих Не Все Могут Оказаться Сантеценителем А потом Это Надо Знать И Понимать Как Я Определю Например Я Не Пью Вина Никакого Но Как Я Определю Например Что Это Хенеси Или Хороший Коньяк Если Он Не В Соответствующей Бутылке Находиться А Будет Налит Просто В Графин Мне Надо Будет Понюхать Попробуйте Все Но На вид На первый Взгляд Я Не Ценю Я Даже Не Пойму Что Это Такое Вообще И Просто Глянув Я Пройду Мимо Если Бо Не Прошел Мимо Да Если Ну Вы Поняли Короче Говоря Если Даже Бриллиант Лежать Будет На Самое Классное И Это Прилечет Еще Больше Самое Внимание Мое Понимаете Поэтому Она Действительно Это Важна И Вот С Этим Спорить Никак Нельзя Ну И Еще Если Красивый Вид Хороший Вид Здорового Развитого Тела А Достигнут Именно Самостоятельно Правильно Не Без Ничего А В Натуражку Что Называет Одно Без Другого Невозможно То Это Приведет К Откату И Самоздоровья Не Будет Никак Показатель Здоровья Насения Там С Рикардо Ну Расточает Ну Постараюсь Вот Да Кстати Память Вы Конечно Еще При Этому И Вы Так Прекрасны Что Взгля Получны У Женщины Как Опыт Красотою Неразлучны Лишь Глупец Да Кучный Который Итак Что Вы Бл Хочу Спросить Синьора Дорогая Она Идет о том Что Вы Спрос бы Задался Ну Здоровый Вы Мои Работает Это По полной Прекрасной Раз Скажу Точка Ком Ну И По Боевым Искусствам Тоже Вот И Обязательно В социальных Сетях Подписывайтесь Чаще Вести Эфиры Потому Что Перископ Я вообще Забросил Он Мне Не Павец Посему Друзья Прекрасной 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 Прекрасной